Деревья Мы сегодня приняли своей командой, управлением муниципального заказа торговли, участие в акции «Сохраним лес». Посадили рябины, черомухи, необычные деревья для Ямальского района. Будем за ними ухаживать и хотим, чтобы наш район был как можно краше и зеленее. Научиться всему, исполнить все свои навыки, приобрести новые, для того, чтобы вы достойно выполнили свой долг. С такими напутственными словами обратился военный комиссар к собравшимся в зале мобилизованным гражданам. Все ребята из разных поселений района. Священный долг и почетная обязанность каждого россиянина – это защита своего отечества. Поддержать бойцов пришли представители районной администрации, а также ветераны боевых действий. В такое непростое время добрые слова напутствия никогда не будут лишними. Особая поддержка от родных и близких, сегодня она им очень нужна. Ребята из Ямальского района в Салихарский пункт сбора отправились на вертолете. Как отметил руководитель территории, по поручению губернатора округа ямальских призывников обеспечили всем необходимым. Накануне Дмитрий Артюхов лично осмотрел пункт сбора в окружной столице. Временное место дизлокации полностью подготовлено для приема мобилизованных. Организованы спальные места, горячее питание. Каждому будут выданы средства гигиены, медицинская аптечка и телефон для связи с родными. В дальнейшем боевая подготовка мобилизованных будет проводиться в Тюмени в части формирователи. Как сообщалось ранее, все ямальцы, попавшие в число частичной мобилизации, получат от округа по 300 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и озвучил его 22 сентября. В течение двух дней в Ямальской школе-интернате проходил фестиваль профессионального мастерства, организованный Департаментом образования. Педагоги из Ямальского многопрофильного колледжа приехали в село Ярселе, чтобы дать участимся среднего и старшего звена информацию о предлагаемых СУЗом в специальностях и, возможно, определиться с будущей профессией. В состав делегации вошли 10 преподавателей и 6 студентов ЯМК, которые более чем на 10 площадках, развернувшихся в стенах Ямальской школы, презентовали профессии, предлагаемые колледжем. Это и социально-медицинский уход, и лабораторная диагностика, и социально-культурная деятельность, и многие другие. Представляем специальность народное художественное творчество по направлению хореографическое творчество. Ну, как же хореография без танцев? Да, мы приехали с ансамблем, с ансамблем танца Диверданс. Шесть человек нас приехали. Практика первого дня показала, что заинтересованных в этой творческой специальности много. Неудивительно, ведь на мастер-классах ребята с удовольствием наблюдали за каждым движением танцоров и внимательно слушали преподавателя дисциплины. Для тех, кто уже определился и хочет поступить по этому направлению, провели отдельный мастер-класс. Пришло около 50 детей. Некий аншлаг у нас был. Мы провели мастер-класс по северному танцу, и студенты мои провели мастер-класс по очень интересному, сейчас актуальному направлению для молодежи, по кей-попу. Ребятам 5-9 классов предложенные профориентационные мероприятия пришлись по вкусу. Каждый выбирал то, что близко именно ему. Мы учились запеленать ребенка, и еще мы учились при рождении во рту слизь убирать, и в носу, и в глазах. Учились, как измерять давление, градусником учились пользоваться, и мне понравилось очень. Такое знакомство с профессиями проводится впервые. Как отмечают в Ямальской школе, планируется и дальнейшее сотрудничество с ЯМК в плане организации таких профориентационных дней. Мы подписали соглашение о том, что с этого учебного года уже будем обучать детей по трем профессиям. То есть им не нужно будет ехать в Ямальский многопрофильный колледж, а можно обучаясь в 8, 9, 10 или 11 классе получить профессию. В рамках сотрудничества образовательных учреждений на базе Ямальской школы-интерната в этом году смогут получить профессии такие, как младший медицинский работник, автослесарь и столярное дело. Со следующего учебного года спектр специальностей будет расширяться. Мы готовы быть наставниками в подготовке ребят, помогать не только как бы своими методическими сопровождениями, но и приезжать в Ямальскую школу и с другими мастер-классами. Мы готовы сотрудничеству. В едином порыве со всей страной Ямал подхватил акцию «Мы вместе». В округе уже запущена горячая линия и сервис народной поддержки. Ямальский район не исключение. В Ярцеле пункт помощи военнослужащим и всеми мобилизованных граждан уже открылся в молодежном центре «Импульс». Поддержка неравнодушных не заставила себя ждать. Уже в первые минуты после открытия пункт сбора пополнился медикаментами, предметами личной гигиены, а также теплыми вещами. Для меня это очень важно, потому что у меня есть и муж, и у меня подрастают сыновья, чтобы они не попали в такую ситуацию. И если вдруг им понадобилась помощь, она шла отовсюду, от любого человека. От меня сейчас, для кого-то тех, кто там уже. От следующих, если я не могу помочь. Помимо этого, в местной приемной партии «Единая Россия», расположенной по адресу улицы Мира, 12, развернут штаб оказания юридической консультации, а также адресной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан. Здесь мы также не только занимаемся сбором гуманитарной помощи, также мы оказываем жителям юридическую помощь, консультации, то есть помогаем в каких-то вопросах, с мобилизацией связанной, либо с чем-то еще. То есть с открытой готовой у нас также действует номер телефона, по которому можно обратиться, 302-90, то есть можно позвонить. Принимаем граждан с 9 до 7 вечера, то есть с понедельника по пятницу. В пожарную часть поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме по улице Мира. По прибытии дежурного караула наблюдалось сильное задымление и открытое горение подсвайного пространства. Охваченная огнем площадь ориентировочно составила 147 квадратных метров. Дополнительно были привлечены силы и средства пожарной части по охране села Ярцеля. Тушение осложнялось тем, что был затруднен доступ к очагу возгорания. Личным составом пожарной части по охране села Ярцеля был спасен мурчина. Мурчина был доставлен в отделение скорой медицинской помощи, то есть травмы на пожаре не получил. В локализации пожара было задействовано две единицы техники и 30 человек личного состава. В результате возгорания повреждено подсвайное пространство и наружная стена с жилого дома. Причина и ущерб пожара устанавливаются. В районном центре прошло торжественное открытие нового арт-объекта «Блик Фанга. Большие сердца». Он реализован благодаря инициативе серебряных добровольцев и поддержке гранта губернатора Янао. Это информационный стенд, предназначенный для размещения новостей от волонтерских движений, в том числе информации о проводимых мероприятиях. Таким образом жители будут знать обо всех акциях и добрых делах участников объединений. На знаковом мероприятии собрались люди разных профессий, но всех их объединяет одно – готовность в любую минуту прийти на помощь. На средства гранта мы приобрели нашу форму для серебряных добровольцев и общий арт-объект. Мы очень благодарны всем тем, кто нам помогал и поддерживал нас на протяжении всего пути реализации нашего проекта. Особые слова благодарности представителям партии «Единая Россия», а также Ямальской управляющей компании в лице руководителя Ларисы Сергеевны Мутинцевой, тем, кто помог в доставке и установке нового арт-объекта.